С 2005 года по распоряжению губернатора Краснодарского края во всех муниципалитетах и сельских поселениях принимаются меры по уничтожению наркосодержащих растений. Оперативно-профилактические мероприятия по выявлению и уничтожению дикорастущей конопли, а также задержанию распространителей дурмана приносят свои результаты. Динамика постоянно, неуклонно уже на протяжении четырех лет идет вниз, но, скажем, не так, что обвалом, понимаете, и все хорошо. Ну, в среднем где-то на учетах от 20 до 50 человек в год количество снижается, цифровой показатель. Но это, в принципе, это тоже хорошо. Неизменной темой на заседаниях антинаркотической комиссии остается профилактика и пропаганда здорового образа жизни. В Сочи созданы все условия для того, чтобы подростки интересовались не вредными привычками, а полезным досугом. Бесплатные кружки и секции посещения клубов, участие в тематических проектах и акциях. Все это уже активно реализуется на курорте волонтерами и представителями молодежной политики. А недавно появился новый проект «Я люблю Сочи», цель которого – призвать всех жителей не оставаться равнодушными к жизни города и его проблемам. Хартия, на наш взгляд, сегодня является очень таким продуктивным, долгосрочным диалогом с населением на формирование вот такой активной жизненной позиции. Каждый год идет тестирование старшеклассников и студентов вузов на как раз наличие наркосодержащих препаратов крови у детей. И это тоже был длительный путь, начиная с эксперимента, с отдельных групп, которые тестировались по этому пилотному тогда проекту. Сейчас мы вышли практически на стопроцентное тестирование, показывает в год от года хороший динамический рост, хорошие показатели. Участники антинаркотической комиссии также обсудили возможность доступного оздоровления наркозависимых и тех, кто решил встать на путь исправления. Национальным антинаркотическим союзом специально для Сочи разработан пилотный проект по предоставлению курса в реабилитационные центры России. Там готовы бесплатно дать возможность начать новую жизнь нескольким десяткам человек. Пока работа в этом направлении идет недостаточно активно, мало то ли желающих, то ли информации. Недоработку решили исправить. О программе реабилитации наркозависимым будут рассказывать не только медики, но и всевозможные брошюры и странички в интернете.